Музыка Окей, я думаю, мы можем начинать. Итак, всем привет! Меня зовут Чернышов Александр. Я вам расскажу про технологии открытости в мобильных приложениях. Давайте, прежде чем мы начнем, мой рассказ. Поднимите руки, кто здесь разработчик? Ага, большинство. А кто менеджер, маркетолог, что-то вот в этой области? Отлично. На самом деле, для разработчиков, если кому интересно, у меня будет еще вторая часть доклада, где я поговорю как раз больше про техническую реализацию тех вещей, которые я сейчас затронул. А в данном конкретном докладе это будет немножко такая обзорная штука про то, что, зачем и чем может помочь. На самом деле, ну, как бы всем понятно, что бизнес делается ради прибыли. И мобильное приложение, которое делается для бизнеса, оно должно так или иначе зарабатывать деньги. Потому что мы уже все прошли тот этап, когда люди вкладывали деньги в мобильные приложения только для того, чтобы показать, что ты можешь вкладывать деньги в мобильные приложения. Что ты там, как все, смотришь в сторону мобайл, готов куда инвестировать, но непонятно зачем. Сейчас этот этап пройден, и все люди ждут, что те инвестиции, которые они вкладывают в свои продукты, в свои приложения, они так или иначе к ним вернутся. Если говорить про то, как все было раньше, то действительно было намного проще вот те же самые инвестиции отбить. Потому что приложений было мало, у пользователей не было особого выбора, можно было делать приложения платными, зарабатывать на том, что люди их в принципе уже скачивают. А скачав, они так или иначе будут приложениями пользоваться, потому что альтернативы у них нет. Приложения в App Store одно, и как бы все, точка. Сейчас в среднем на iPhone пользователь установлено под 70 приложений, и то, что человек это приложение скачал, еще не говорит о том, что он будет им пользоваться. Так же, как и в App Store сейчас уже более полутора миллиона приложений, и не факт, что пользователь скачает именно ваше. Особенно, если оно будет платным, потому что наверняка найдется какой-нибудь китайский бесплатный аналог. Вот, и здесь на первый план выходит то, как ты заставишь пользователя обратить внимание на свое приложение. То есть, как привлечь его к своему приложению в App Store, и как привлечь внимание пользователя к приложению, уже установленному на iPhone. Про App Store это отдельная тема, там App Store оптимизация и прочее, то есть, там как бы много различных технологий. Мы же поговорим конкретно про то, как заставить пользователя использовать уже установленные мобильные приложения, потому что про это, ну, как бы часто люди забывают, что тоже стоит обращать внимание. Вот. На самом деле здесь все просто. Здесь как в супермаркете. У тебя есть целевое действие, то есть, конкретно в супермаркете это покупка. И твоя задача сделать так, чтобы путь пользователя, да, этого целевого действия был как можно короче и как можно быстрее. В супермаркете для этого открывают побольше касс. В мобильных приложениях могут помочь вот так называемые как раз технологии открытости приложений. Итак, еще раз. Мы будем говорить про мобильные приложения, которые являются продуктами. То есть, это не копия сайта, это не дай моды, когда ты просто делаешь мобильное приложение, потому что все его делают. Значит, у этого приложения должна быть какая-то целевая аудитория. Значит, у этого приложения должно быть какое-то целевое действие, какой-то целевой функционал, который так или иначе приносит тебе деньги. Вот. Как было раньше, то есть, опять же, про... Раньше мобильные приложения были устроены так, что все, что ты мог сделать, это использовать там условный диплинк. Ты видишь где-то рекламный баннер, ты кликаешь на него, если у тебя установлено приложение, ты переходишь на конкретный экран, вот, в принципе, и все. То есть, ты сокращаешь путь пользователя, да, своей конкретной целевой функции, целевой фичи за счет того, что откуда-то он переходит конкретно в экран, который, ну, как бы является целевым. Второй момент, который был доступен, это так называемый local notification по геотегу. То есть, ты проходишь мимо какого-то места, видишь пушить у себя в айфончике, заходишь в это место там с какой-нибудь скидкой и радуешься. То есть, что объединяет этот подход? На самом деле, ну, как бы было много других технологий, но в любом случае в основе их лежит то, что данные передаются внутрь приложения. То есть, так или иначе, ты берешь какие-то данные, пихаешь их в приложение и за счет этого делаешь путь пользователя к конкретной функции проще и короче. Вот. Сейчас же появились другие технологии, другие тенденции, которые как раз позволяют сделать контент приложения доступным, иногда даже без запуска самого приложения. Ну и вот конкретный список, про который хотелось бы поговорить и про него будем разговаривать подробнее. Force Touch. То есть, как бы все, думаю, знают, что такое. Появился на последних их айфонах штука, которая позволяет тебе показывать менюшку на иконке. То есть, ты кликаешь на иконку и можешь уже сразу выбрать то самое целевое действие. Тебе не надо заходить в приложение, куда-то там кликать, чтобы открыть тот или иной экран. Ты можешь попасть на этот экран сразу с иконки. На самом деле, достаточно удобный и реально сокращает путь пользователя до той целевой фичи, которую ты хочешь ему предложить. Spotlight Search тоже был представлен не так давно. На самом деле, здесь речь идет о том, что ты можешь сделать контент приложения не просто доступным измне, но и в принципе проиндексировать его в системе. И когда ты делаешь какой-то поисковый запрос в айфончике, он у тебя не идет уже в Safari и там ищет, а ищет по контенту приложений. Ну и как бы классный пример действительно про какое-нибудь приложение базу данных рецепта, что ты можешь прям в айфончике найти там рецепт борща, ткнуть на понравившийся тебе вариант, который поисковая выдача тебе покажет и перейти в приложение на конкретный экран этого рецепта. Опять же, все просто классно и работает. Проактивный личный помощник тоже появился буквально в последней версии iOS. Пока не совсем понятно, как его можно использовать разработчику, но тоже суть примерно про то же, что у тебя контент приложений, конкретно это почта, словно какое-нибудь само приложение для обзбона пользователей, предоставляет свой контент друг другу. То есть, если у тебя в почте идет переписка с каким-то партнером, клиентом, еще с кем-то, чьи контакты у тебя не сохранены в книге, то когда у тебя поступит звонок от этого контакта и контакт указывает где-то в подписи письма, то айфон тебе сделает предположение, кто тебе звонит. На самом деле, очень удобная функция и, ну, я думаю, дальше Apple будет развивать эту технологию. Также доступно фарсить почту на наличие каких-то событий, букингов и прочего-прочего, что, ну, как бы, действительно тебе, опять же, облегчает путь, облегчает жизнь. То есть, и об этом стоит помнить, если вы делаете какой-нибудь сервис по бронированию, например, чего-нибудь, и то, что у вас, у пользователя будет подтверждение бронирования в айфоне, скорее всего, говорит о том, что ему создастся напоминание, что он про это не забудет, ну, и реально придет воспользоваться той или иной вашей функцией. Вот. Совсем не новая технология про пуш или пул. Я думаю, примерно понятно, да, про что речь. То есть, есть какое-то мобильное приложение, предоставляет свой контент. Предположим, ну, это самый яркий пример Sports.ru. Кто пользуется Sports.ru? Один человек? Да. Ну, в двух словах, то есть, Sports.ru показывает новости, да, по каким-то спортивным там мероприятиям своим. И у тебя есть два варианта воспользоваться этим приложением. Зайти в приложение, обновить ленту и почитать. И второй вариант. Они могут присылать тебе таргетированные куш-нотификации по конкретно тем темам, которые интересуют тебя. Здесь речь больше идет про то, что заходя в приложение и просматривая все-все-все темы, которые там есть, ты теряешь много времени на то, чтобы найти то, что интересно конкретно тебе. И чаще всего ты не будешь этого делать, потому что у тебя, ну, как бы по умолчанию не так много времени. А если тебе будет сервис время от времени посылать нотификации с конкретными темами, которые тебе так или иначе интересны, ну, основываясь на паттернах твоего поведения внутри приложения, то уже на то, чтобы там прочитать одну новость, ты можешь найти время. Ну, а потом, может, тебе захочется прочитать вторую, третью. Вот, про обновление данных в фоне. Эта функция представлена, на самом деле, уже достаточно давно, но, как ни странно, не так широко используется в мобильных приложениях до сих пор. Здесь речь идет о том, что, зайдя в мобильное приложение, ты можешь видеть уже актуальные данные. То есть, к чему привыкли пользователи в последнем, ну, как бы до введения этой функции? К тому, что ты, ну, предположим, ходит новостное, опять же, приложение. Ты в него заходишь, видишь новости, там, за прошлый день, за прошлую неделю, за то время, когда ты последний раз заходил в приложение. Чтобы получить актуальный, тебе нужно нажать кнопку «Обновить» или «Потянуть» или еще что-то подождать, пока загрузится. Опять же, занимает очень много времени. Есть технологии, которые позволяют сделать обновление данных в фоне, опять же, основываясь на паттернах поведения пользователя. Если система понимает, что человек просыпается в 7 утра, умывается и в 7.15 садится пить кофе, открывает айфончик и читает новости, то к 7.10 приложение уже загрузит последнее. И когда он откроет свой айфон на мобильном приложении, он уже видит список актуальных новостей, и это, ну, реально круто. Вот, виджеты и расширения. Тоже не так давно появилось, но при этом все равно до сих пор не так широко используется. Если виджеты все бросились делать, наверное, компании, которые выпускают свой продукт, это классно же, у тебя вот там в certification center что-то показывается, то про расширение люди реально забывают. И это, ну, реально та штука, которая может пользователю либо напоминать про твое приложение, либо, опять же, сделать путь до твоей целевой какой-то функции намного ближе. Там, условно, если ты делаешь какие-то свои, там, очередные фильтры для Инстаграма, то очень глупо, если ты не делаешь расширения для обработки изображений, ну, встроенной в операционную систему. Так же, как и если ты делаешь, там, условно, какие-то тоже приложения для новостей. И очень странно, если ты не делаешь к нему today widget, который тебе показывается на notification center. Вот. Еще раз, да, все это делается ради того, чтобы сократить путь пользователя до твоего целевого функционала. И ключевое отличие от обычных инструментов маркетинга в том, что тебе не нужно в это вкладывать особый денег. То есть у тебя есть вполне прогнозируемый результат, вполне какие-то конкретные функции, которые ты можешь использовать. И все это доступно, ну, любому разработчику. То есть ты просто берешь и делаешь, и ты всегда можешь посчитать, там, трудозатраты, и, в принципе, затраты на такого рода продвижение приложения. Потому что тебе, там, ну, как бы, условно, это ни от чего не зависит, а зависит только от того, насколько у вас квалифицированы программисты, и как быстро они смогут запилить ту или иную фичу. Но, с другой стороны, мы наблюдаем немножко обратные тенденции, в том плане, что Apple с каждым годом вводит все больше ограничений на какой-то функционал, так называемый какой-то функционал вендемант, да. То есть ты, там, думаю, для всех уже привычно, что ты заходишь в приложение, и они тебя спрашивают, там, согласен ли ты получать пуш-нотификации, согласен ли ты расшарить свою, как бы, локацию и так далее. Так вот, такого рода функционала становится с каждым годом все больше. И, ну, это вполне такая, как бы, тенденция, которая как раз перебивает все о том, что я рассказывал до этого. То есть все эти попапы на разрешение каких-то там функций предоставления разрешений, они как раз удлиняют путь пользователя. С другой стороны, у тебя есть, ну, немножко такая штука, что все вот эти паттерны поведения, анализ, про которые я рассказывал, они хранятся на конкретном девайсе. Проактивный помощник, и вот обновление данных в фоне, там, еще что-то. Это все привязано к твоему девайсу. И если у тебя есть, там, iPhone, iPad, то тебе не повезло, потому что на iPhone у тебя все будет актуально, классно, круто настроено под тебя, а на iPad, потому что, ну, по умолчанию ты iPad'ом пользуешься меньше, все будет не так шикарно, потому что данные между собой никак не синхронизируются. Они хранятся на девайсе, где-то там в памяти, и, в принципе, все, забудь. Вот. Почему так происходит? На самом деле все происходит скорее вот поэтому. Потому что пользователи по умолчанию не готовы тратить время на то, чтобы погружаться в анализ вот таких вот портянок того, на что они соглашаются. И есть очень много примеров того, как пользователи, ну, получают какой-то неожиданный эффект от того, что они предоставляют. Например, есть классное приложение, которое позволяет тебе в одном приложении видеть данные всех своих счетов во всех банках, в любых, там, кредитных, дебетовых и прочих. Казалось бы, да, в чем подвох? А подвох в том, что этот сервис, он может использовать данные твои для скоринга, во-первых. То есть он продает данные своих пользователей, у кого какие счета, сколько на них денег, к каким-то организациям, которые занимаются скорингом, так или иначе. Либо он может продавать эти данные, там, между банками. К примеру, у вас открыт вклад где-нибудь в Альфа-банке на 300 тысяч, но при этом есть просроченный кредит в Сбербанке. Так вот, это приложение, оно позвонит в Сбербанк и скажет, слушайте, а вот у этого чувака вот есть счет в Альфа-банке, может быть, с него деньги снять. Ну, значит, как бы это то, что прописано в лицензионном соглашении, где-то в правилах использования, глубоко-глубоко, что пользователи, ну, реально не читают, не доходят до этого. Поэтому вот приходится как-то так или иначе им напоминать, что не все так просто и за все приходится платить. Вот. Небольшой итог. Некоторые барьеры, которые встречаются в мобильных приложениях на пути к той или иной целевой функции, можно снять с помощью каких-то простейших фич, фич, которые Apple предлагает по умолчанию, и реализация их не занимает особо много времени. С другой стороны, тот же Apple любит тех людей, которые быстро адаптируют новый функционал и часто фичерят такие приложения. И за счет этого можно получить себе больше так называемых organic install-ов, потому что твое приложение будет где-то в топах, в фичеринг-листах и так далее, ну, постоянно мелькать. Ну, это реально очень классно. Но, с другой стороны, важно соблюдать баланс между тем, какие технологии ты используешь для того, чтобы продвинуть приложение и между тем, что реально пользователь тебе разрешает делать, потому что можно как раз добиться какого-то неожиданного эффекта. Отчасти хороший пример с Spotlight Search, про который я говорил, да, индексирование контента мобильных приложений. Понятно, что есть какой-то алгоритм оптимизации поисковой выдачи. То есть, какой-то контент одних приложений располагается выше контента других приложений. Понятно, что у Apple есть такие вот скрытые алгоритмы оптимизации всего этого. Они хотят, чтобы пользователям показывались только релевантные данные. Если вы будете там в свой индекс приложения пихать все подряд, то может дойти до того, что ваши данные в индексе вообще появляться, в поисковой выдаче не будут. Потому что Apple понимает, что на них никто не кликает, они никому не нужны. или кликнув и перейдя в приложение, пользователь тут же выходит обратно. Слава богу, у iOS 9 есть такая кнопочка. То есть, ну, как бы нужно всегда осторожно пользоваться тем или иным функционалом, потому что можно наткнуться на какие-то скрытые подводные камни. Вот, в принципе, и все. Про технику расскажу во второй части. Если есть вопросы, готов на них ответить. Давайте, раз у нас не так много, расскажите, что пришли к нам. Что хотите услышать? Что нет? Ну, серьезно, знаете, какие у вас... Какие ожидания всего этого? Ну, то есть, действительно, что хотите услышать, я вам могу что-нибудь это рассказать больше, может быть, в эту сторону. Если нет, то мы можем начать так, как я готовился, да и все. Ну, я вообще QA, так что я не ожидал. Нам тоже больше интересно про общие принципы разработки. Я вас слушаю, потому что я к вас дайте, я как бы, ну, как бы, ну, как бы, ну, как бы, я не ожидал, что что-то будет применение. Узнаешь, на чем это все. То есть, что это делается. Окей. Смотрите, я рассказывал про технологию открытости в теории. Сейчас мы можем попробовать то же самое, посмотреть уже на практике. Что именно нужно делать, чтобы, ну, конкретно в коде, чтобы это все заработало. Я тут почти написал какое-то простенькое мобильное приложение, которое мы чаще всего даем кому-нибудь на этапе проекта, на собеседовании. То есть, это простейший RSS-ридер, который просто аккумулирует в себе несколько каналов и позволяет прочитать новости канала. Сейчас оно запустится, покажу примерно, как оно работает. В общем, список каналов для простоты я сделал просто захочкоженный. То есть, это конкретные там три какие-то канала, которые первые мне пришли в голову. Ну, и в них можно посмотреть новости. Сейчас, как рано или поздно. Вот, в принципе, каналы. Вот какой-нибудь из них тыкаем. И выявляются новости. Все, в принципе, достаточно просто. У приложения есть небольшой оффлайн-режим. То есть, если мы заключим интернет, то новости должны рано или поздно подограться. Вот, хоть и без интернета. А те, которые мы не загружали, ну, не должны показаться, соответственно. Вот. Я поговорю про технологии, такие как 3D-тач, потому что это, на самом деле, одна из самых быстрых технологий для реализации. И думаю, давайте с нее и начнем. Единственный минус 3D-тача в том, что он работает только на последних айфонах. И, не знаю, видно он будет, нет? То есть, если мы нажмем поддерживаем мобильное приложение, то у него вылазит какой-то списочек из окон. Этот списочек бывает двух видов. Он бывает статический, то есть, то, что действие, которое доступно всегда, независимо от того, какое состояние сейчас у приложения. То есть, если ты делаешь, не знаю, тот же вот этот RSS-ридер, то я статическим действием отметил какое-нибудь действие, например, добавить канал. То есть, ты нажимаешь на это действие, переходишь в интерфейс, добавление канала сразу. Оно статическое, оно всегда такое, оно не меняется. А если посмотреть три другие действия, это просто те три канала, которые у нас есть. То есть, если предположить, что каналы можно добавлять и удалять, условно добавлять в избранное, то вот эти динамические контенты как раз и будут избранные каналы, которые вы добавили. То есть, вот как-то так. Теперь, если мы посмотрим в коде, как все это реализовано, то здесь, в принципе, все совсем-совсем просто. Есть у нас на старте приложения вот такая функция, которая, на самом деле, все, что делает, это получает список каналов. На всякий случай мы сюда вставляем минимум, чтобы ограничить ртянку текста. на стартовой странице. То есть, ну и есть у нас какая-то константа, что там максимум может показываться три экрана. И мы просто берем какие-то первые три канала из тех, которые наберутся. То есть, если мы там делаем приложение и в избранном у нас добавлено 20 каналов, то мы просто по First Touch можем показать первые три. И все, что нам нужно сделать, это создать определенный айтем, задать ему заголовок, подзаголовок. Можно выбрать иконку. Иконку можно выбрать из стандартных каких-то типов. Вот я выбрал Favorite. Либо можно сделать свою кастомную какую-то картинку, как делает, например, Инстаграм. Вот и все. И потом эти айтемы нужно просто записать в Property, то есть, на UI Application. Вот. Это про динамические штуки. Статические можно создавать так же. То есть, просто через заголовок, подзаголовок, в рантайме. Но поскольку они все-таки статические и не сильно зависят от того, как код выполняется, то можно делать это и в инфоплисте ровно по такому же принципу. То есть, мы задаем тип иконки. Здесь я выбрал Add. То есть, там отображается такой достаточно симпатичный плюсик. Так же есть заголовок, так же есть подзаголовок. Вот, в принципе, и все. Вот и весь, по большому счету, 3D Touch. Но это позволяет нам всего лишь увидеть список. Но у нас еще должно быть действие по списку. То есть, когда я тыкаю в конкретный канал, открывается приложение на определенном экране. На экране именно этого канала. Чтобы этого добиться, все, что нам нужно, это написать реализацию в системный метод. В системный метод. Вот в этот. Perform Action for Shortcut Item. Вот, в принципе, и все. То есть, у этого Shortcut Item есть Type. На случай, если у нас должны быть разные экраны в зависимости от самого айтема. То есть, у нас на один айтем может быть там экран. Как в примере, который я привожу, это экран канала. На другой айтем, который статический. Может быть, экран добавления канала. Вот, чтобы их как-то между собой разделять, мы как раз используем типы этих айтемов. И потом просто пишем реализацию. Вот и все. То есть, в принципе, реализация достаточно простая. У вас, если есть вопросы, вы можете задавать походу. Нет? По длинному этапу это показалось? Нет. Давай микрофон. По длинному этапу это немножко покажется? Нет. Можно сделать так, чтобы вам показалось? Нет. По Force Touch. То есть, идея Force Touchа именно не в продолжительности нажатия, а в силе. То есть, ты должен это надавить. Вот и все. И это доступно только так. Я не стал делать пример на технологию, когда мы можем... Ну вот, например, в том же Инстаграмчике есть у нас список фоточек, профилей. Мы можем ткнуть и посмотреть превьюшку. То есть, тоже в большом счету Force Touch. Я не стал делать этот пример по той причине, что это не технология открытости. Здесь уже мы запустили приложение и можем как-то работать с контентом. То есть, здесь ничего нового нет. Поэтому про это я ничего и не расскажу. Второй момент, который хотелось бы рассказать, это Spotlight Search. То есть, создание индекса из контента приложения. Как я и говорил, здесь нужно быть осторожным в том плане, что не добавлять в индекс все подряд, потому что если этот индекс не используется, пользователем он будет удален системой. Ну, или будет находиться настолько далеко внизу, что до него, в принципе, невозможно будет никогда доскролить. Есть два варианта, как вы можете создавать индекс. Первый вариант – это когда индекс создается после совершения пользователем каких-то действий. То есть, зашел пользователь на экран конкретного RSS-канала, мы кладем этот канал в индекс. Не зашел – не кладем. Второй вариант – это когда мы, условно представьте, приложение, получаем весь список каналов и сразу все каналы кладем в индекс. То есть, различия, я думаю, понятны. В первом случае ты гарантированно получаешь ровно тот контент, с которым пользователь уже знаком в индексе. Во втором случае у тебя в индекс попадает контент, который пользователь мог... пользователь мог еще не видеть и, в принципе, не ожидает, что он попадет в индекс. То есть, это тоже нужно помнить и аккуратно к этому относиться. Конкретно что нужно делать? Вот, посмотрим на реализацию. Это экран, который отвечает за список новостей внутри канала. Что у нас здесь есть? Приложение структурировано по принципу условного MBVM, то есть, отдельно есть логика, которая вынесена на себя в презенте, и отдельно есть view-контроллер, который выполняет большую роль в южке. То есть, что нам нужно сделать для того, чтобы положить в индекс какой-то элемент, с которым пользователь уже взаимодействовал? Нам нужно создать определенного типа объект, то есть, это NSUserActivity. Также мы ему можем задать заголовок. Это конкретно тот заголовок, который будет отображаться в поиске. Можем задать список ключевых слов. Это, думаю, понятно, что такое. То есть, конкретно те ключевые слова, которые пользователь должен ввести, чтобы ему показалась информация в индексе. И есть такая штука, как Сетчевый атрибут сет. Это такая штука, которая отвечает за отображение. В том плане, как сам этот индекс, элемент индекса будет отображен. Можно добавить в индекс заголовок, подзаголовок, картиночку. Также можно добавить такую штуку, что, предположим, вы делаете какое-нибудь приложение своих бизнес-контактов. То есть, это там какое-то ваше корпоративное приложение. И там он отображен список всех сотрудников. Вы запускаете приложение, у вас весь список парсится, добавляется в индекс, чтобы вы могли искать по сотрудникам. Вроде бы логично, да? И можно сделать два варианта реализации. Конкретно, то есть, ну, представляете, да, у вас будет индекс. Давайте я так еще покажу конкретно. Как это выглядит? Мы начинаем что-нибудь писать. Вот, и нам отображается контент. То есть, сюда можно запилить фоточку, заголовок, подзаголовок. В принципе, все просто. То есть, и есть два варианта, как с этим работать. Первое, мы просто тапаем и переходим, соответственно. Второй вариант, что могут быть действия прямо здесь. И почему я приводил пример про контакты? Потому что это действительно тот айтем, у которого могут быть дополнительные действия. То есть, если мы вот в эту сущность, все еще было, трибут сет, добавим определенное ключевое слово, то здесь сразу может отображаться трубочка, на которую мы нажимаем и начинаем заводить на номер указанной ВКонтакте. То есть, достаточно, опять же, удобно и позволяет сэкономить количество кликов внутри приложения, потому что в приложение вообще заходить не надо. Вот. И как это дальше выглядит, на самом деле? То есть, мы создаем у нас user activity, и мы должны зарегистрировать его в контроллере, потому что именно контроллер отвечает за просмотр экрана. То есть, условно, если контроллер показался, значит, экран мы посмотрели, значит, activity можем зарегистрировать. И если мы посмотрим, как это выглядит... И если мы посмотрим, как это выглядит... это все получается достаточно просто. Мы заходим, нажимаем, когда новости подгрузятся, и в этот момент мы понимаем, что наша лента RU должна быть добавлена в индекс. Вот она лежит здесь. Это просто сам канал, который мы положили сюда. мы на него нажимаем, и переходим непосредственно в экран этого канала. Это сделано через вот эту технологию, про которую я говорил, у нас user activity. Опять же, переход внутрь приложения мы обрабатываем здесь, в методе continue user activity. У него также есть тайп, по которому мы понимаем, что этот тип относится именно к каналу. Мы можем взять оттуда какую-то информацию. У нас есть user info, так называемый, который мы опять же создаем вот здесь, при создании user activity. И все. Мы знаем ID, мы знаем, что за канал. Следовательно, открываем экран с данными этого канала. Вот. Второй вариант, как я говорил, это добавлять сразу всю информацию в индекс, независимо от того, просмотрена она или нет. То есть, если мы говорим про фиды, то у нас есть два варианта. Первый, это при загрузке списка фидов все их положить так или иначе в индекс. Второе, как и с каналом, класть их в индекс только тогда, когда мы заходим на детальную информацию. Вот. Поскольку вариант с добавлением в индекс по просмотру мы уже забрали, здесь разберем вариант с сразу полным списком фидов, если их положить в стэк, в индекс. В принципе, все то же самое, за одним исключением, что не нужно создавать NS User Activity, но нужно создавать те же самые все, чего атрибуция. Он также отвечает за заголовок под заголовок, также в него добавляются ключевые слова и также можно сделать картинку, если нужно. Потом можно положить все это вот. Извините, на иконечке. КОНЕЦ? КОНЕЦ? Итак, насоздавали мы вот этих все, чего было три бутсетов, целый массив, по одному на каждый фит, и, собственно, потом просто добавляем их в индекс. Ну, то, что они у тебя становятся доступны для поиска. Ну, то есть, возьмем какую-нибудь новость, я не знаю, москвич забил свою 81-летнюю мать. Отличная команда. Про то, что ты рассказал в первом клавиатуре. Если мы начнем писать когда-нибудь на русском языке, что тут не поддерживается, давайте возьмем... Почему, там можно клавиатуры добавить? Можно, но не хочется. Возьмем Russia Today. Он на английском. Даже с картинками. Ну, какой-нибудь Play makes emergency landing. Пишем Play. Ну, вот нам выдается этот индекс. Даже несколько еще попадает по ключевым словам. Мы можем на него нажать и перейти на детали именно этой новости. Достаточно удобно. Обрабатывается здесь же просто отдельным элсом на то, чтобы открыть именно фид. Экран детальной информации о фиде. Ну и последнюю штуку, которую хотелось бы разобрать. Как я показывал, у нас есть офлайн-режим, но понятное дело, что он работает только в том случае, если вы заходили уже хоть раз в этот канал. Тогда данные сохраняются и потом доступны в офлайн. Как быть с тем, если вы не заходили? Но приложение у вас установлено. Как я говорил, есть технология, которая запускает приложение и в бэграунде начинает выполнять какие-то запросы. Тоже достаточно удобно. И давайте посмотрим, как это можно сделать. Нам нужно сделать две вещи. Первое. Поставить вот этот background fetch-интервал. На самом деле, есть несколько константа table, которые они предлагают ставить. Можно ставить свое какое-то значение. Это просто число. Число, которое говорит о следующем. То есть, запустили вы приложение. Свернули. И вот в течение вот этого минимум background fetch-интервала точно бэграунд реквестов в приложении делать не будет. То есть, как-то про это речь. Либо, если я сделал бэграунд реквест какой-то, то опять же, следующее сделает не раньше, чем через этот промежуток времени. То есть, ставя вот эту константу, какую-то любую сюда, мы говорим приложению о том, что у нас, в принципе, будут бэграунд реквесты. Если ничего не поставим, то по умолчанию считается ноль и никакие бэграунд реквесты не выполняются. Ну а дальше мы просто определяем опять же метод. Пишем сюда какую-то свою кастомную логику по загрузке чего-либо. Но важный момент в том, что у нас есть completion-блок. Этот completion-блок нужен для интересной такой штуки. То есть, приложение у нас запущенное, показывается превьюшкой. И может быть так, что данные обновятся именно на том экране, который сейчас показывается в приложении. И получится такой момент, что превьюшка не соответствует реальным данным. Потому что превьюшка делается в тот момент, когда приложение сворачивается. А после этого у нас выполнился бэграунд реквест. Мы получили новые данные. Обновили UI. И вот чтобы обновить эту превьюшку, мы должны выполнить, как раз таки вызвать вот этот completion-хендлер. У него есть три варианта. Первое, это мы ему говорим, что пришли новые данные и нужно обновить превьюшку. Второе, что не пришли данные и не надо ничего обновлять. А третье, что, в принципе, произошла какая-то ошибка. Ну и логично, опять же, что обновлять ничего не надо. Эту штуку можно легко проверить, просимулировать этот бэграунд реквест. В том плане, что у нас есть в Xcode Debug. Вот Simulate Background Fetch. И вот мы видим, что идут запросы, что-то складывается в индекс, то есть по запросу на каждый канал. То есть вот мы загрузили фиды для всех трех каналов. Ошибок не обнаружено. Все выполнилось успешно. Если мы сейчас отключим интернет и зайдем в приложение, которое я переустановил. То есть еще ни в какой канал до этого не заходили. То вот, пожалуйста, закешированные новости, они уже есть. Вот, как-то так. То есть это те основные, скажем так, технологии, которые я хотел осмотреть на практике. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Да. А вот почему-то... Вот смотри, там кликаешь на канал и показывается список новостей. Список новостей может быть достаточно длинный. Ты до какой степени кэшируешь? Ну, на самом деле, в этом конкретно приложении до бесконечности. Потому что это приложение, собранное на коленке, оно как бы собрано под нужды конкретной презентации. И не продумывалось, там, для какой-то там супер реализации. Ну, вообще, да, мы думаем об этом. И чаще всего по кэшированию идет не по размеру, а по дате. То есть, там, за последние, сколько-то времени. И не важно, сколько это сделано. Потому что кэш тебе нужен, ну, реально, на какое-то время, там, в последние 5 дней, например. И сколько бы не было данных, тебе нужны все. Какая-то переменная, там, patch, request, там, что там, она говорит о том, что у нас приложение, по крайней мере, за этот период технологии, ничего не будет по граунде, там, делать, да? Да. Значит ли это, что у нас может такая ситуация быть, что, допустим, у нас это констант, значит, там, 50 секунд. Это значит, что у нас, допустим, может система не вызвать и две минуты, и две минуты. Да. Это значит, что 50 секунд точно не будет вызывать, а дальше в любое время. Которое зависит от паттерных поведения пользователя. Как он себя ведет, в какое время чаще пользуется приложением, когда эти данные ему могут понадобиться. То есть, там, какой-то хитро обучаемый алгоритм, который все это за тебя решает. То есть, если приложение, допустим, используется очень редко, то этот background patch может называться тоже очень редко. Да. А iOS спрашивают разрешение для Spotlight, типа, когда ты приложение устанавливаешь, типа, разрешать ей, типа? Или нет? В данный момент нет. То есть, там речь идет как раз о том, что... На самом деле, там есть два варианта индекса. Первый, это такой, там, условный public-индекс, который отображается у тебя на рабочем столе. И есть, там, какой-то private-индекс, в который ты можешь складывать данные и как-то использовать это между приложениями и еще как-то. То есть, там, по такой вот технологии. Не, я имею в виду, что, как бы, если вот меня бесит, что я что-то вожу в поиски, а у меня вот это приложение постоянно, ну, какие-то свои предложения предлагает. А мне, как бы, не интересно. Ты не можешь отключить. А, ну, никак. Ты можешь сделать только другое. То есть, если тебя бесит конкретно это приложение, а ты ищешь что-то другое, то, скорее всего, ты и кликать будешь на что-то другое, что ты реально ищешь. И чем чаще ты на это кликаешь, тем выше оно будет в поисковой выдаче. И чем меньше ты на результаты выдачи твоего приложения, то тем ниже оно будет и через какое-то время перестанет бесить. Вот и все. Понятно, спасибо. Какие есть ограничения у фронт-стачи по переходу между окнами одного приложения или можно найти вообще любой сенс записи аудио, проигрывание аудио? Хороший вопрос, на самом деле. В любом случае, у тебя запустится приложение. То есть, если мы говорим про… То есть, как открывается одно окно? Ну, смотри, то есть, если мы говорим про вот эту штуку, когда мы нажимаем, у нас какое-то действие. Мы хотим нажать, там, запись, да, например, начать. Это можно, бесспорно, то есть, но в любом случае у тебя запустится приложение на каком-то экране, а дальше ты уже делаешь какой-то хендер на этом. То есть, типа, не просто запустить экран, а запустить экран и запустить вот такой-то список сервисов. Без проблем. Я, может быть, прослушал, но вот у формстача у него есть какие-то состояния определенные, или ты силу нажать отслеживаешь, там, какой-то переменной, которая, ну, имеет какое-то значение? Ну, то есть, сколько я могу рэшином сделать, например, себе? Могу ли я по-разному, ну, нажать, там, с пять разных сим, типа, ну, или чем использовать и все их обработать? Да. Можешь. То есть, я рассматривал пример конкретно с 3D-тачем на главном экране, да? Здесь ты ничего не можешь. У тебя есть просто 3D-тач, все, он сработал. Если мы говорим про 3D-тач как, ну, именно тач в приложении, и ты хочешь, там, не знаю, рисовалку, да, какую-нибудь свою сделать, в зависимости от того, как сильно ты давишь, тем жирнее у тебя линия, например, будет. Ну, там, да, там все в твоих руках. Ну, единственное, что тебе не нужно впускаться на какой-то, там, сильно-сильно низкий уровень, там, у тебя есть стандартные рекогнайзеры, которые Apple пишет за тебя и дает тебе, вот, очень удобные аппи, как с этим совсем работать, так же, как с пинчем, тапом, там, короче, какими-то жестами. Спасибо. Еще вопрос. Спасибо. Ну, если вопросов нет, тогда спасибо за доклад. Спасибо.